В селе Березовка западно-казахстанской области люди боятся элементарно дышать. Воздух в селе отравлен, причем настолько, что особо чувствительные дети чуть ли не целыми классами теряют сознание. На крупнейшем карачаганакском месторождении произошла авария, которая повлекла за собой череду выбросов в воздух сильного яда – сероводорода. Теперь в опасности жизни полутора тысяч человек и сельчане требуют лишь одного – скорейшего переселения. Мой коллега Лжас Рамазанов представит хронологию событий и расскажет, возможно ли массовая эвакуация людей. Село Березовка – районная больница города Аксай. Это привычный маршрут для карет скорой помощи. Вторую неделю дети массово падают в обморок. В один час вызвали в школу, отказали ноги, и головные боли, и в обморок без конца падало. Привезли сюда в Аксай, в реанимацию было час. Или откачали. Весью реанимацию даже отрадевает. Остальные на систему, можно сказать. В таком состоянии маленькие пациенты поступали в больницу. Часть в реанимацию, другая ложилась под капельницей. Первые предположения медиков о причине недуга звучат как минимум несуразно. Предварительно говорила переутомление. Возможно, переутомление. Только что врачи говорят, что это, скорее всего, переутомление. Нет, это не переутомление. Первые часы после поступления родители дежурили в больничных коридорах и уже тогда выдвигали свою версию причины большой беды. Мы думаем, что это все связано с месторождением. Потому что постоянно выбросы. Это все влияет. Убьем тревогу. Но нас почему-то не хотят услышать. А сегодня, я надеюсь, может быть, нас услышат после такого случая. Услышали и приехали прокуроры, специалисты по ЧС, токсикологи и даже представитель от Карачагана к Петролию Стив Райт. На него и обрушился гнев народный. В эти минуты иностранец понимал сельчан без переводчика. На месте ЧП взяты пробы воды и почвы. Результатов пока нет. Потому вице-министр энергетики Узакбай Карабалин воздержался от громких заявлений. Как правило, самый легкий вариант – это сказать, что месторождение какое-либо, которое здесь есть, виновата. Но на сегодняшний день таких четких, как говорится, оснований для таких утверждений мы еще не получили. А вот прокуроры не искали легкого варианта. Они просто нашли четкое основание. Представители надзорного органа выяснили то, о чем сельчане говорили изначально. Начиная с 17, 18, 25 ноября были выбросы с нарушением предельно допустимых норм. Эти четыре дня. Значит, 27 ноября, 14, 19, первый выброс, второй, 18, 30. Значит, по версии наших экологов, те, кто занимается проблемой, сероводород в организме накапливается длительное время, а потом начинает о себе давать знать. И вот он о себе, видимо, дал знать 28 числа. Сбой электроэнергии, дальше поломка компрессорной на месторождении, как итог – выброс газа, ушедшего на отжиг. Вот вам и причина хлопков, которые слышали сельчане накануне ЧП. Об этом заявил прокурор Серик Караманов. Сейчас мой коллега, Ужас Рамазанов, находится в химической лаборатории и изучает влияние сероводорода на здоровье человека. Насколько я знаю, высокая концентрация этого токсичного вещества может привести к летальному исходу. Ужас, ты на связи. Так ли это? Добрый вечер, Майя. В первую очередь хочу сказать, что сероводород чрезвычайно опасен для человеческой жизни. Это сильнейший яд. Судя по признакам и симптомам пострадавших, можно предположить, что в Березовке налицо превышение предельно допустимой нормы сероводорода в воздухе не менее 70 миллиграмм на кубический метр. Вокруг санитарной зоны находятся 16 станций экологического мониторинга. Почему ни один из них не показал превышение предельно допустимой нормы после выбросов? Тебе известен ответ на этот вопрос? Майя, это удивительно, что ни один прибор не зафиксировал превышение предельно допустимой нормы сероводорода в воздухе. Сейчас прокуроры пытаются узнать, почему так случилось и выяснить, мог ли кто-нибудь стереть эти данные. Спасибо, Олжас. Как нам стало известно, 27 ноября в 15.40 были остановлены три счетчика, следящие за показателями воздуха. Эти обстоятельства всплыли после вмешательства прокуроров. Давайте теперь узнаем, чего требует население Березовки и что намерены делать власти, чтобы разобраться в причинах ЧП. Ух, личные, лживые. Сколько можно это продолжаться? Сколько может продолжаться действительно? Давайте дослушаем. Эти слова звучат в адрес представителя Карачаганак-Петролиум Стива Райта и его коллег. Во время встречи Акима области жителями, сельчане видят в нефтяниках причину всех своих бед. Масло в огонь подлило заявление медиков. Мы подтверждаем, что есть определенные воздействия на ваших детей, токсические, токсические вещества. Село расположено на границе санитарно-защитной зоной. Сейчас на месте событий находится консультант Международной общественной организации Крут Акунсибелити Сергей Соляник. По его словам, жители то и дело чувствуют запах газа. Сейчас в Березовке работает специальная комиссия. Результаты их исследований должны помочь найти причину массовых обмороков. Пока же в Министерстве энергетики воздерживаются даже от объявления текущих итогов работы. Сейчас идет внепланная проверка. Сейчас все эти факты проверяются. Еще говорит о результатах проверки рано. Передвижная станция экологического мониторинга пока не обнаружила превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. По мнению эколога Бакаджана Базарбека, если даже в ЧП виновна компания, то этот факт будет трудно доказать. Любые экологические преступления несут латентный характер, потому что их выявить довольно очень сложно. Вред, который причинен организму человека, и этот вред иногда отражается через какие-то годы, 8 лет. Ее просто обосновать довольно сложно. Или, например, вред, причиненный подземным грунтовым водам. Просто-напросто наши экологи не смогут это обосновать. Чиновники не спешат ни с выводами, ни с активными действиями. Прибывший в Березовку Акимобласти получил от сельчан добрую порцию наболевшего. Нурлан Ногаев дал единственное обещание – разобраться. Не будем ставить приоритеты, что является причиной. Мы должны понять, и нам по долгу своей работы необходимо решить этот вопрос. 11 лет назад жители соседнего села Тунгуш были переселены в Уральск из-за опасной близости к месторождению. Березовка не входит в так называемую санитарную зону. Поэтому сельчане уже не просят, как когда-то, а требуют. Ведь беда коснулась самого дорогого – здоровья их детей. Я поднимаю вопрос о переселении. Вы, как главный представитель Западной Казахстанской области, вы поднимите этот вопрос. Мы отсюда не уйдем, пока вы не подпишите указ, чтобы нас переселили в села Березовка. По данным областного Акимата, всего за медицинской помощью обратилось уже 73 человека. Пока специалисты проводят свои исследования и замеры, более полутора тысяч человек – мужчины, женщины и дети остаются в потенциально опасной зоне. У Лжас Рамазанов другими словами.